Здравствуйте! Вы на канале Кубань24. Это программа «На стороне закона». Меня зовут Анастасия Дешина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Позже в отделении полиции он пояснил, что когда увидел авто во дворе, в его голове возник план, как подзаработать денег. Для его реализации подозреваемому понадобилась помощь. Он позвонил своему знакомому, чтобы тот помог отбуксировать автомобиль в пункт приема металла. Похищенную машину под видом автохлама сдали на лом. Мужчина пояснил, что похитил транспортное средство и позже сдал его на металлолом. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. По части 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации ведется следствие. Выручка предприимчивого белореченца составила 8 тысяч рублей. А вот срок, который может грозить ему за кражу, до 5 лет лишения свободы. Сочинские спасатели доставили травмированного туриста в больницу. Сигнал бедствия поступил из горного приюта Фишт. Помощь понадобилась молодому человеку, который при спуске с гребня большого фиштского ледника получил закрытый перелом обеих костей голени. Пострадавшего пришлось транспортировать на вертолете. Сегодня рано утром Ми-8, на борту которого находились спасатели и летчики МЧС, прибыли на место. 31-летнему туристу была необходима эвакуация в лечебное заведение. Пострадавшего на носилках транспортировали на борт воздушного судна. Там медики сочинского отделения оказали потерпевшему доврачебную помощь после возвращения на базу спасотряда. Туриста из Ростова-на-Дону передали уже ожидавшим его на месте врачам скорой. Как выяснилось, молодой человек начал свое путешествие в Лаганаке в составе зарегистрированной группы. Десятилетний пассажир рейсов автобуса из Сочи до сих пор остается под наблюдением медика. Всего за помощью к врачам обратились 10 человек. Четырем пострадавшим была оказана необходимая помощь. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении. Напомню, накануне рейсовый автобус в Сочи протаранил бетонный отбойник. Это произошло поздно вечером. Водитель пассажирского транспорта, по всей видимости, потерял управление и врезался в ограждение. На обнародованных кадрах видно, что кузов автобуса смят, выбиты стекла, сломана дверь и серьезно пострадала боковина. На момент столкновения в автобусе были 30 человек. По неофициальной версии, высказанной пассажирами разбитого автобуса, эта авария произошла по вине водителя, который отвлекся на мобильный телефон. Полиция продолжает разбираться в причинах этого ДТП, а мы пока рассмотрим дорожно-транспортную обстановку на улицах Краснодара. Белые начинают и оставляют без бампера, как, например, это произошло на пересечении Уральской и Старокубанской. Водитель белой семерки так торопился, что даже не остановился пропустить пешехода, а потом и вовсе уверенный в своей правоте снес передний бампер иномарки, которая поворачивала на Уральскую. Он лихо выехал из кадра, а водитель пострадавшей машины остался посреди улицы, вероятно, в поисках свидетелей ДТП. С места и в чужую водительскую дверь водитель сиреневого хатчбека долго стоял и думал, а потом вдруг утопил педаль газа и поехал. Вот только маршрут его закончился очень быстро, буквально на противоположной обочине. То ли забыл руль выкрутить, то ли специально целился, но досталось встречному городскому кроссоверу. А вот виновник решил исправить траекторию, также резко стартовал дальше, скрывшись из виду камер и, наверное, обиженного шофера-внедорожника. Головная боль многих краснодарских водителей – проезд по кольцу, на сей раз пересечение Селезнево, Сормовской и Старокубанской. Водитель черного внедорожника двигался по средней полосе, но вдруг решил, что ему необходимо оказаться на кольце. Однако шофер забыл, что еще и по зеркалам отслеживать ситуацию нужно. В итоге большой черный автомобиль притер синий седан в соседнем ряду. Похожая ситуация произошла и на пересечении Красной и Буденова, а белый кроссовер двигался в правой стороне. В этот момент рулевой серого седана прокладывал маршрут и по задумке ему налево. Он так и сделал, повернул, но с траекторией не рассчитал и каравеллу в соседней полосе все-таки задел. Что ж, вышли, на повреждения посмотрели и, видимо, обсудили, кто не прав. Любой решительный шаг вперед – результат хорошего толчка сзади. Видимо, этими мыслями руководствовался шофер за рулем белого седана. Он хотел подтолкнуть впереди стоящий автомобиль на кольце красных партизан и Лукьяненко, но желаемого результата это решение не принесло. Что ж, вышли, помахали руками, посокрушались и разъехались в подпорченном настроении. Внимание, внимание! Новая дорожно-транспортная головоломка. Профессиональные советы для автолюбителей подготовил наш эксперт Дмитрий Бабич. Здравствуйте, Дмитрий Витальевич. Здравствуйте. Сегодня, как всегда, попробуем понять, как можно избежать спорной ситуации на дороге или что делать, если она уже произошла. Итак, попытка обгона на регулируемом перекрестке. Автомобиль пытается обойти тот, что движется в попутном направлении и встречается еще с одним участником, который двигался во встречном направлении. Кто не прав, что нарушили и как дальше будет распределяться ответственность? Ситуация на самом деле очевидная. Обгон на перекрестке у нас запрещен в принципе. И, я не знаю, действия водителя крайне неадекватны. Надо будет проверить его на алкоголь и наркотики, потому что нетривиальный поступок. Я только в одном случае могу предположить данную ситуацию, что выехал он на пол состречного движения, избегая столкновения с попутным транспортным средством, возможно, которое машина покинула уже перекресток, притормозила. Двигались они на разрешающий сигнал светофора. Видимо, вторая машина сдвигалась слишком быстро и, пытаясь избежать столкновения, выехала на полосу встречного движения. Это запрещено правилами дорожного движения. Опять его действия квалифицируются как по статье 12.15 части 4. И, соответственно, он может быть привлечен к ответственности в виде лишения права управления транспортными средствами в том числе. Еще раз повторю, что действия его неадекватны. Обгонять на перекрестке регулируемым и нерегулируемым у нас запрещено. И это может повлечь дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями ввиду достаточно немаленького, наверняка, скоростного режима. Ну вот тут очевидно у нас получается лобовое столкновение. Столкновение. Скажите, пожалуйста, когда будут говорить о вине водителя, будет ли совокупность всех нарушений или рассматриваем только конкретно вот это столкновение? То есть вы же уже перечислили, что это несоблюдение дистанции, что это превышение скорости. Здесь причинно-следственная связь будет усматриваться исключительно из причины ДТП, мы будем считать исключительно выезд на полосу встречного движения. Остальные его действия в дорожной ситуации к ней отношения не имеют, поскольку причина ДТП будет именно эта. Я так понимаю, что если у нас автомобиль зацепил только того, кто ехал во встречном направлении, это может быть европротокол? Нет, здесь европротокола не может быть, поскольку имеет место грубое нарушение правил дорожного движения. И наверняка ущерб будет значительным. Поэтому сотрудники госавтоинспекции на данное правонарушение должны выехать и привлечь водителя, нарушившего правила дорожного движения, к ответственности в соответствии с строгостью закона. А вот в этой ситуации они могут зарисовать, сфотографировать, зафиксировать все ДТП? И покинуть перекресток. Совершенно верно. Они должны все это дело оформить, как я говорил ранее, сфотографировать со всех возможных ракурсов. Отметить здесь непосредственно место столкновения. И в дальнейшем убрать машины с перекрестка и ожидать прибытия сотрудников ДПС. Как часто такие аварии случаются у нас в Краснодаре, например? Ну, как бы статистики, конечно, конкретно по данному поводу мы не ведем. Но я думаю, как я уже говорил, что ситуация в достаточной степени нетривиальна. Такие дорожно-транспортные происшествия случаются, но вследствие умышленного выезда на полосу встречного движения не так часто, на самом деле. То есть чаще всего по невнимательности? Скорее всего, да. Чаще всего по невнимательности. То есть рефлекторное движение видит впереди транспортное средство, которое становится попыткой уйти от столкновения, выезд на полосу встречного движения. Как правило, это именно эти обстоятельства. Опасны ли такие столкновения? Конечно, опасны. Лобовое столкновение в любом случае опасно. Тем более, что граждане на территории населенных пунктов имеют свойство не пристегиваться ремнями безопасности, что в крайней степени небезопасно. Потому что даже с учетом движения в районе 40 километров этого транспортного средства, а это транспортное средство мы подозреваем двигаться еще быстрее, пусть будет те же самые 40 километров, вместе это уже 80 километров в час. Соответственно, мощнейший удар, даже подушки безопасности наверняка не спасут хотя бы от минимальных повреждений. Часто бывает, что вот такие вот, казалось бы, элементарные, странные столкновения приводят к гибели людей? Конечно, бывает. Опять-таки же, не пристегнулись. Транспортное средство технически уже, так сказать, в ненормальном состоянии находится. Если это какой-то отечественный автомобиль, там, 10-15 лет, то он сложится, как картонная коробка. Ну что, тогда пожелаем нашим водителям, чтобы они были внимательнее, пытались предугадать маневры соседей по дороге. Спасибо вам большое за комментарий. Пожалуйста. Хотите комментарий от нашего эксперта? Пишите к нам на электронный ящик. ЧП, нижнее подчеркивание, Кубань, Собака, НТК-ТВ.ру. Не забудьте указать ваши контактные данные, описать ситуацию и перекрепить схему ДТП. Ответы ищите в ближайшем выпуске программы «На стороне закона». Производство контрафакта в промышленных объемах пытались наладить в Темрюкском районе. Местные жители при подготовке к пику санаторно-курортного сезона планировали реализовать почти 50 тонн нелегальной алкогольной продукции, но не успели. Благодаря слаженным действиям сотрудников сразу нескольких ведомств, краевых ФСБ, Следственного комитета и Росалкогольрегулирования преступным планом реализоваться было не суждено. По местам жительства подозреваемых и в помещениях, которые они использовали под склад, правоохранители изъяли более 47 тонн контрафактной спиртосодержащей жидкости. Общая стоимость порядка 5 миллионов рублей. Подозрительная жидкость была расфасована в пластиковой емкости по 5, 10 и 20 литров. Всего более 40 тонн спирта. Специалисты также изъяли еще почти полторы тонны коньячной продукции и более 5 тонн винной. А еще около 600 литров ассортимента готового к продаже. Это более 1000 бутылок с водкой, виски и вся продукция без маркировки. А дома у одного из подозреваемых сотрудники нашли производство по смешиванию и разливу спиртосодержащей продукции в 5, 10 и 20 литровой пластиковой емкости для оптовой реализации. По информации, которой располагали правоохранительные органы, большая часть контрафакта должна была отправиться на реализацию на Черноморское побережье. Для этого у злоумышленников даже была подготовлена развернутая сеть собственных поставщиков и реализаторов на территории как Краснодарского края, так и Республики Крым. Сейчас Следственный комитет рассматривает все обстоятельства и позже примет процессуальное решение. У меня на этом все. Хорошего вам вечера. Оставайтесь с нами на Кубань-24. Субтитры подогнал «Симон»